Результат врицательный, понятен здесь. Удалений очень много таких, скажем, ну, сами, то есть это, в принципе, хорошо, что мы это можем исправить. Какие позитивные моменты? Ну, моменты создавали, да, то есть были игра, игровые моменты в атаке, ну, сыграли молодые практически всю игру, то есть здесь планомерно проверяем. Ну, а так, так, трудно суть, хорошая игра или плохая. Два раза, я бывал в середине второго, неплохая, наверное, в середине второго, там, немножко сумбурная. Ну, готовимся, завтра играем. Хорошо играли в большинстве, в принципе, комбинировали, но вот реализации нет пока. Это на что можно списать? То, что мало практики? Да нет, здесь как раз не нужно ничего списывать, элитный спортсмен этим и отличается, что он не ищет правдания, ни на что не списывает. Не забил, значит, виноват, забил, значит, у нас все очень просто. С начала сборов вы наигрываете Ярослава Лехачева в первой тройке с Шелновым. Насколько вы довольны его действиями? В прошлом году играл только Микайл? Ну, здесь, как бы, смысл, в принципе, понятием. Мы знаем его сегодня качество и не только мы его знаем, все знают. Мы считаем, что он может их раскрутить в этой тройке, ну, не только в этой тройке, но и с игровыми ребятами. Поэтому мы даем ему шансы. Здесь все от него зависит, сможет ли он держать уровень, сможет ли он, скажем так, соответствовать партнерам. Если он это сможет сделать, то, естественно, он сможет развивать свой талант. Вот сегодня еще играл 17-летний защитник Симашов. Расскажите о нем. Довольны ли вы его игрой? Готов ли он к взрослому хокею? Ну, однозначно не готов. Первая игра его, сами сказали. Но у него есть данные, есть задатки. Ну, здесь же, опять, не мнимый первопроходцы. Уже много было ребят с данными и задатками. Наша задача раскрыть его, помочь потенциал его развивать и использовать. Да, его задача работать, потому что это тот компонент, который для всех израильцев. Как оцените игру Ивана Бочарова? Ванька, ну, сегодня, конечно, надо сказки рассказывать, что там все, ничего страшного. Вот что ничего страшного, это однозначно. То есть, Ванька знает все проблемы, тремер батареи это знает. Может быть и хорошо, что, скажем так, нет никакой иллюзии, мы знаем, над чем работать. И таких игр может в сезоне много случиться. Не в том плане, что неудачная игра вратаря, да. То есть, рикошеты, отскоки. Здесь команда должна правильно реагировать и перестраиваться. Ванька в том числе. Система Локомотива одна из самых сильных в России. Скажите, пожалуйста, вот как из такого большого количества сильных игроков, которые есть в системе, вы предпочитаете выбирать? Вы выбираете какие-то отдельные точки и на них делаете ставку, либо даете шанс всем? Или как-то планируете? Я не буду рассуждать там по систему, насколько, по количеству, да. То есть, ну, в первой команде, да, приходят ребята молодые, да. По большому счету они же должны прийти на место просто пути. Да. Поэтому в таких жизни ты должен выделить конкуренцию. Мы смотрим, может этот человек выделить конкуренцию, может ли он, скажем так, цепляться за нее постоянно, регулярно, да. Потому что, естественно, понимаем, что на данный момент он не готов, но мы видим его желание, видим его потенциал и тогда можно давать шансы. И самое главное, что ребята взрослые, когда видят, что этот парень хочет, они терпеливо к этому относятся. Спасибо.